Два карандаша и ластик стоят столько же, сколько один карандаш и четыре ластика. Во сколько раз карандаш дороже ластика? Повторяю. Два карандаша и ластик стоят столько же, сколько один карандаш и четыре ластика. Во сколько раз карандаш дороже ластика? Да? Нет, нет. Один карандаш и четыре ластика, значит, один ластик увеличится в четыре раза. И еще мы увеличиваем это число в два раза, получается восемь. А зачем вы на меня это смотрите? Хорошо, и что? Ответ в восемь раз. В восемь раз. Ответ в восемь раз. Отлично, садитесь. Ответ не верен. Следующий. Нет, господа родители, вот именно это не нужно. Вот именно это и не нужно. Вот именно это-то и заставляет детей многие годы бесполезно учиться. Потому что, когда они все время оглядываются на вас, когда они все время ждут одобрения, да? Вот как он сейчас вышел, и ему страшно интересно, его похвалят или не похвалят. Да? Именно это-то и запрещает любую математику. Потому что математика – это там, где человек думает сам и приходит сам к каким-то выводам. Когда человек все время смотрит, ожидает. Понимаете, это представитель избирательной комиссии, он должен смотреть, сколько там надо нарисовать, да? Вот это нормально. А в математике, ну, честно, в математике всякие вот эти вот подтасовочки, они не работают. Нужно действительно дать карандаше словам на шею. Карандаша и карандаш равны стоимость одного карандаша и четыре ластика. Стоимость одного ластика и одного ластика одинаковая. Да, конечно. Мы можем это забыть. Останется один карандаш. Услышь, это очень важное слово. Мы можем их забыть. Что значит забыть? Это значит, вот прямо так здесь? Да, сам. И ластика один и один карандаш. И здесь два карандаша. Один карандаш мы тоже можем забыть. Останье один карандаш. Стоимость одного карандаша равна стоимости трех ластика. Следовательно, один карандаш дороже ластика в три раза. Мы зачеркнули один карандаш здесь и здесь. Мы зачеркнули ластик. И получился ответ, что карандаш в три раза дороже ластика. Договорились? Ну вот, равенством формулы можно было написать то же самое так. Два х плюс у. Х плюс четыре. Чего? У. Смотрите, у уничтожаем из обеих частей. Получается, два х. Это х плюс три у. Х убираем. Х. Это три у. На самом деле, то же самое. Разумеется, каждый раз рисовать такую картинку мы не будем. Надо привыкать к буквенной записи. Продолжение следует.